Всем привет! На улице сегодня понедельник. У нас уже на той неделе два раза была эвакуация в школе. Потом мы три дня сидели на домашнем обучении. И вот наконец-то понедельник. Всех деток отправили в школу. Все очень рады. И что вы думаете? Закончился первый урок в школе. Посмотрите, какая погода. Снег. Так. Опять детей эвакуировали. Дети стоят на улице в такую погоду сейчас. Ждут, пока их заберут родители. Кто-то на работах. Я с маленьким ребенком тоже. Малышка спит дома. На улице снегопад просто. На улице холодно. Дети по 40 минут, по 2 часа стоят, ждут на улице, пока их заберут родители. Минеры, вы что, обалдели что ли? Что это творится? Во всех школах одно и то же. Давайте занимайтесь с кем-то другим. Шутите над кем угодно. Но не трогайтесь детей. Все... У всех есть работы. У всех есть своя личная жизнь. Дети мерзнут. Дети без учебы. Минируйте свою школу. Зачем трогать все остальные школы? Нам нечего делать. Каждый день мы бегаем, забираем детей. Забрала я уже ребеночка. И есть два варианта, почему так поступают с этими заминированиями. Первый, это для того, чтобы сэкономить на отоплении и на питании детей. Это очень выгодно. Никто ни за что не платить не будет. Детки будут сидеть дома. Родители, соответственно, также. Либо вторая причина, это из-за политики, из-за наступления России. Возможно, просто нас дрессируют, что если вдруг будет наступление, все оперативненько сразу забрали детей, эвакуировали. Нам в новостях рассказывают, что нужно чемоданчик держать в коридоре с вещами. Поэтому вот нас и дрессируют, чтобы все оперативненько было. Так что вот такие дела. Неизвестно, что завтра. Идти в школу не идти. Поэтому будем держать вас в курсе. Никто не знает. Ты сегодня хоть не испугалась? Не. У нас в джинкале не было такого длинного. Не было? Так что Аня Виктор рассказала. Хорошо. Без паники. Понятно. Ребята, напишите, у кого такая же сама ситуация. Интересно, какие города тоже страдают от этих эвакуаций. Пишите в комментариях, я все читаю.